И снова в Москве шел снег. Но в отличие от Зиловского стадиона, на арене в Черкизово поле было в отличном состоянии. А все дело в том, что руководство лучшего российского стадиона заблаговременно накрыло газон пленкой, которую сняли лишь за полтора часа до начала матча, усилиями специально приглашенных военных. А пробовав поле, футболисты питерского «Зенита» стали изучать предматчевую программку. Но информации о сопернике это им, видимо, не добавило. По крайней мере, стартовый натиск Лока они сдержали с трудом. Уже на пятой минуте Лоськов навесил штрафную, где Сезар выложил мяч Литхета. На удар южноафриканца пришелся выше ворот. Буквально две минуты спустя вновь капитан хозяев выступает в качестве ассистента. На этот раз передачей не воспользовался Манинов, чей удар отразила штанга. Чего не могли сделать железнодорожники, сделал соперник. Лоськов пройдет штрафной, Малафеев играет неловко, выпускает мяч из рук. Грубейшей ошибкой вратаря воспользовался шустрый Евсеев, который добил его в сетку. 1-0. А методолго до перерыва Евсеев сделал дубль. Опять стандарт. На этот раз угловой. Опять Лоськов. Лучший игрок встречи. Навес и новоиспеченный бомбардир локомотива выпрыгивает выше с пилота. И счет становится 2-0. Во втором тайме поначалу хозяева продолжали атаковать. Моменты были у Бузникина и Сезара. А потом успокоились. Матч шел к логическому завершению, как вдруг на 83-й минуте Маминов завалил в своей штрафной кирице и Станислав Сухина предоставил Зениту шанс отыграться. Футболисты локомотива пытались было апеллировать к Лайнсмену, но он лишь подтвердил решение главного арбитра. Спивак не промахнулся и интрига матча вспыхнула с новой силой, а игра питерцев заиграла яркими красками. Но быстро прогорела. Три момента Тержакова и один Николаева не воплотились в голы. Локомотив спустя сутки догнал ССХ в турнирной таблице и тандем лидеров уверенно движется к повторению финиша 96-го года. Золотому матчу. Субтитры создавал DimaTorzok